Круто смотрится, нам хочется, чтобы точно вам всем запомниться. Репетиции для юных артистов теперь стали неотъемлемой частью любого буднего дня. За совсем короткий срок им необходимо подготовить полноценную программу, которая не оставит равнодушными столичных зрителей. Причем она будет несколько отличаться от того формата, в котором ребята выступали ранее. Действительно, это большая радость. Это немного отличается от обычного КВН, потому что в телевизионном шоу талантов основное – это шоу талантов. Мы больше смешные пока, чем сильно талантливые, но усиленно над этим работаем. У нас прекрасный автор, который нам помогает писать материал. Конечно, это уже больше не команда, а проект становится, но на самом деле дети выкладываются по полной. Пусть телевизионному шоу стал доступен ребятам благодаря Всероссийской юниор-лиге КВН, в которой приняли участие более 200 команд. Именно там наши артисты стали победителями в номинации «Дебют» и прошли в конкурс сценариев, результаты которого должны были объявить в декабре. Тогда 33 копейки в список не попали, но буквально несколько дней назад стало известно, что количество участников телевизионного шоу расширили, и канцкие ребята все же поедут покорять столицу. Эта новость, безусловно, их обрадовала. Вообще я очень рад, потому что изначально нас как бы не приняли. Мы думали, что все, поедем на юниор-лигу. Это не телевизионная лига, просто выступать, ну как сами для себя. А в итоге Марине Юрьевне написали, и это очень большая радость для нас. Мы едем на телевизионную лигу, это другой уровень совсем. Несмотря на то, что КВН – это в первую очередь смех и шутки, ребята признаются, нервничают почти перед каждым выступлением. А данный конкурс уже заставляет их волноваться. Уровень по-настоящему высокий. Есть, конечно, нервы, особенно когда едем выступать, и перед выступлением сразу нервы, ты не понимаешь, что, где, когда, и ты начинаешь паниковать. Будем сильно нервничать, потому что это Москва – столица нашей России, и мы должны как бы победить. Но поездка в Москву – это не только возможность заявить о себе и о нашей провинции в столице, но и довольно серьезные расходы, которые полностью легли на плечи родителей ребят. В общей сложности на каждого человека необходимо около 50 тысяч рублей. Команда «33 копейки» будет благодарна любой помощи небезразличных жителей. Все вопросы можно задать по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах. Юлия Олейникова, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.